В Москве проходит творческий отчет Ленинградского академического театра имени Ленцовета. В зрительном зале еще стоит тишина, и строгая торжественность театра подчеркивает особую атмосферу гастролей. Ну, а в фойе совсем другая обстановка. Зрители сразу стали с интересом изучать репертуар ленинградцев, ведь в Москве этот коллектив не был 10 лет, и сейчас показывает очень разные спектакли, и «Игроки Гоголя», и пьесу Бориса Васильева «Вы чье старичье», и «Трехгрошовую оперу Брехта», и спектакль молодого драматурга Разумовской «Под одной крышей», и диалоги Алексея Арбузова «Победительница». С этим великолепным мастером Ленинградский театр связывала долгая дружба. Они поставили на своей сцене все его пьесы. Думается, в «Победительнице» зрители по-новому для себя откроют двух популярных актеров – Елену Соловей и Михаила Боярского. Москвичи, в том числе и я, помнят ваши гастроли. Но, наверное, это уже сейчас несколько другой театр. Существовать, как будто бы ты в первый раз вышел. Вот что на знамени нашего театра сегодня. Труппа довольно молодая, просто для академического театра даже совсем молодая. Средний возраст 32 года. Значит, они уже имеют приблизительно 10-летний опыт, еще очень молодые, и многое могут. И еще, значит, оставляют надежду на то, что они подарят еще больше, потому что они в пути. Мы сейчас решим вопрос с репертуаром. Насколько мы в этом репертуаре будем, так сказать, принципиальны, и насколько мы в этом репертуаре окажемся единоличны. Понимаете? Вот это, мне кажется, определит дальнейшее наше лицо. Игорь Петрович Владимиров уже давно руководит этим театром и давно усвоил истину. Драматург пишет одну пьесу, режиссер ставит другую, а зритель смотрит третью. И вот эта третья пьеса самая интересная. Ведь ее на едином дыхании сразу делают и зал, и сцена. И зритель как бы незримо дирижирует спектаклем, всегда усиливая такие моменты, которые он хочет видеть в пьесе, то, что его волнует сейчас, сегодня. Если говорить о спектакле победительницы, то это духовность человека, его нравственные качества.